Вы знаете, что такое мизантроп? Что-то где-то было. Было, но сейчас... Но прошло. Вы знаете, чем мизантроп отличается от нумизмата и отличается от харизмата? Вот эти три слова, чем друг от друга отличаются? Нет, вообще не вдавалась в это. А это все синонимы, это одно и то же примерно. Мизантроп, харизмат. Да, и нумизмат. Нумизмат. Да. А что они обозначают? Помните, было, когда спрашивают, говорит, чем Камикадзе отличается от Камасутры? Очаков ТВ представляет. Привет. Здравствуйте. Вы из какого города? Из Москвы. О, москвички? Да. Класс. А вы? Вы знаете, я в детстве занимался коэм-спортом. У нас была одна кобыла, у нее была кличка москвичка. Интересный факт из вашей жизни. Да, прикиньте. Какое-то, получается, совпадение. Да, 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 вот я, у меня тоже какая-то вот, ну не ассоциация, вот такое совпадение я подметил тоже. Так получается, две кобылы сейчас. Не, 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 подождите, я же не примитивна к вам, это я просто из детства вспомнил. Слово вы так называют. Вы же не принимаете это на свой счет, я надеюсь? Я вообще ничего не понимаю. Вот, девушка не принимает, а вы? Не, не, все в порядке вообще. Вот, отлично. Слушайте, вы были на Первомайской, а, у вас же отменили в Москве Первомайскую демонстрацию. Почему, кстати, не знаете? А у нас были на Первомайской демонстрации? Да, конечно, каждый год были. В Москве были. Мы не ходили, не было, Наташа. А, ну вы не ходили, понятно, понятно. Слушайте, а вот в Москве на 9 мая парад будет? Будет. Они же отменили. А, ну парад будет? Ну, я говорю, будет, они могли это быть парад. Ну, в плане вот этого вот шествия, то, что вот шло. А, слушайте, шествия отменили, бессмертный полк. А почему отменили, кстати, не знаешь? Ну, я в подробности не вдавалась. В целях безопасности. Аппарат в целях безопасности не надо отменять, да, вы считаете? Я тоже, конечно, варим. Это у меня секундная пауза, все нормально. Музыкальная пауза, конечно. Потанцуем? Потанцуем. А вы откуда? Я в Калифорнии живу. Что-то я так думала. Ну, кстати, да. Это классно. Ну да. Слушайте, так как, по вашему мнению, почему отменили бессмертный полк? Как вы думаете? Наверное, реально, чтобы обезопасить улицы в связи с сложившейся ситуацией. Наверное, боятся. Ну, а военный парад разве... Ну, военный будет. А почему не боятся за военный парад, а вот за улицы боятся, когда бессмертный полк? Ну, потому что, понимаете, на Красной площади они все обезопасят, как я себе это представляю, а вот по улицам немножечко нет. Ну, смотрите, ведь техника военная. Для того, чтобы ей зайти на Красную площадь, ей перед этим надо много-много километров проехать. Просто по улицам, там, где будут люди вокруг стоять и смотреть. А вы почему клоните? Вы с какой целью спрашиваете? А потом, когда будет выезжать с Красной площади, тоже много километров проехать, где люди будут стоять и смотреть. То есть скопление будет. Меня интересует, почему отменили. Никто мне не может толком объяснить, понимаете? Да мы просто особо не вникаем в это, к сожалению. Ну, у вас какое-то мнение есть по этому поводу. Это что, вы лапшу кушаете? Нет, я думаю, что вы кушаете. Суши и подружки сняли лапшу и кушаете, да? Нет, это сыр. А, это, ну, слушайте, сыр в виде лапши, что? Пойдет? А, это типа сулугуни что-то, нет? Алин, потом пройдет. Алин. Это пару раз в себя. Вот именно, знаешь, в легкие. Ну, кстати, я и вот эту как-то особо, знаешь, так, это... Первый раз попробовала. О, я думал, вы сыр в легкие, блин. Испугался, я сказал, что не надо этого делать. И не на сколько. Я понимаю. То есть у вас версии нет, почему отменили бессмертный полк, да? Красота. Ну, блин, мы не особо этим. Мы вообще не в этой теме, извините. Слушайте, а вы учитесь или работаете? Работаю. Учусь и работаю. А кем? Я работаю визажистом. Я на трех работах работаю. На каких? У меня гостайна. А, все три работы это гостайна. Давай я угадаю. Давай я угадаю, смотри. На одной работе ты работаешь тоже визажистом. На второй... Да нет. Не, подожди, подожди, ты не отвечай. Я вначале все три скажу. Верти, три работы твои. На первой визажистом. На второй ты работаешь фотомоделью. А на третий ты работаешь двойником Путина. Да. Это очень страшно было. А вы такой юморной человек. Я угадал или нет что-то? Конечно. Три из трех, да. Ну вот, особенно третий. О, вот, видите? Меня не зря называют друзья мистер проницательности. Иногда они меня называют. А надо называть душа компанией. Не люблю компанией. Не люблю друзей. Нет, не люблю компанией. Тогда просто душа. HD, дуже повеньшение. Телескоп астрономичный чарной технологии. Ясне колоры и выразный образ. Веловарствовая зелона фолия о высокой роззделчости. Мультик такой был. Просто душа, да. Ой, а как вас зовут? Вы знаете, что такое мизантроп? Что-то где-то было. Было, но сейчас... Но прошло. Вы знаете, чем мизантроп отличается от нумизмата и отличается от харизмата? Вот эти три слова, чем друг от друга отличаются? Нет, вообще не вдавалась в это. А это все синонимы, это одно и то же примерно. Мизантроп? Нумизмат. Да, и нумизмат. Нумизмат. Да. А что они обозначают? Помните, было, когда спрашивают, говорит, чем камикадзе отличается от камасутры? Ну камикадзе, который ух, а камасутра... А камасутра тоже ух. Такой вот душа. Камасутра тоже ух. Еще даже более ух бывает. Так что... Подожди, на кого ты учишься, ты не сказала? Я? Я? На госслужащего. А фонарей, блин. На Путина, что ли, опять же, подрабатывая двойником? Нет, я вот на главную роль лидирую. А, ты лидирую? На леди, на первую леди, да? Хочешь Кабаеву подменить, что ли? Лидирует она, блин. А фонарей, блин. Да, гос... А слушай, а что, есть такая профессия? Госслужащая, да? Да. Государственное муниципальное управление. А фонарей. И чем ты будешь... Своей подружкой будешь управлять? Лапшу ей сырную вешать на уши? Или как управлять ей будешь? Да. Она и так мной управляет. А-а-а. Роман-то поаккуратнее со словами. Я вообще уже не знаю, что мне можно. Нет, говори все, что хочешь. Я вообще... Слушай, ладно, смотри. Это все лирическое отступление. А, мы шли к цели, да? Да, да. А у нас цель была? Ну, конечно. У меня же есть к вам вопрос серьезный. Помимо сырной лапши, еще есть серьезный вопрос к вам. Как вы думаете, чем закончится война между Россией и Украиной? Я знаю, что... Давай, не, вот госслужащая меня интересует. Давай, госслужащая, ответь мне, пожалуйста. А при чем здесь госслужащий? Ну, ты госслужащая или я госслужащий, блин? Ну, я же не госслужащий. Ты прикалываешь надо мной? Я больше менеджмент, менеджер. Хорошо. Товарищ государственный менеджмент-управленец, чем закончится война между Россией и Украиной, как ты думаешь? А это не моя компетенция. А чья? Не моя, точно. Блин, а чья? Не моя. У тебя должен быть ответ на все вопросы. А вы к чему... Вы с самого начала начинаете к чему-то подводить? К чему вы подводите? Ну, я же дадал вопрос простой вроде бы. Ну, смотри. Сейчас идет война, правильно? Россия теряет огромное количество денег на этой войне. Даже хотя бы исходить из этих вот таких меркантильных интересов. Не говоря о том, что люди умирают каждый день. Как ты думаешь, чем это закончилось? До этого каждый день умирали. На войне? На какой? Если вы не знали, помимо вот этого, то, что сейчас происходит, войны были и до этого. Да, но мы сейчас говорим про Россию непосредственно. И что вы хотите сказать? Я хочу узнать у тебя. Как ты думаешь, чем закончится эта война? Я не думаю дальше. Ну, то, что ты не думаешь, это печально, ты знаешь. А, все, да? Я не думаю. И убежала. Не хочет госплужащая говорить на эту тему. Понятно, тема неприятная. Ей похихикать, похохакать. Это все хорошо, но... Надо иногда все-таки опускаться на землю, блин, и думать о чем-то более насущном. Госслужащая. Госслужащая, я не думаю. Вот так можно назвать, наверное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!